всем привет привет сзади нас водоем орлеан в этом сезоне мы с юрой решили открыть сезон именно здесь что у нас из этого получится давайте смотреть поехали и и и и и и вечереет уже поиск случайной рыбы с пвастиками нам ничего не дал от маркерились нашли точки про это мы все завтра расскажем уже подробно так что заходим в первую ночь делаем поводки с насадкой вафтерс расстояние от места где волос выходит от резинки и до вафтерса примерно 5 миллиметров это классическая презентация проверена годами и результатами по теплой воде когда очень активна рыба в принципе длину волос это можно увеличивать до 1 сантиметра и также вафтерспективно работает это не попав его сильно близко прижимать крючку не надо поскольку презентация идет не нажали не на ушки крючок лежит на дне вафтерс парит одним но такая длина волоса наиболее подходящий для такой насадки подготовили 4 вида разных насадок с разной презентацией хотим попробовать дело то что было сегодня ночью с утра несколько поклевок одиночных пиков но не было засечки сделали вот такие поводочки с растворимым донным бойлом поводочек как бы не сильно по классике сделан но именно такие поводки мне часто выручали при очень неактивной рыбе ранней весной и хорошо ловили рыбу потом попробуем их также сделали снеговички десяточки вареночки сверху попав десятка вафтерсы 10 на 8 презентациями классический вафтерс крючок на дне вафтерс парит над ним мы сделали только были огнечные пики хотим проверить насколько эффективны водные крючки камакура безбородочный с очень острым жалом и сделали презентацию с 8 папатом немножко подрезанным и презентация не нажали а именно на ножки цевья чтобы жалобы вверху не тупилась и такое такая презентация она более быстрой засечку делает при очень неактивной рыбе попробуем еще так и любимый сашин попап кальмар изминог черный перец думаем на него и поймаем мы на орлеане 30 сектор только вчера закончился турнир и судя по турниру рыба не очень активно вчера мы довольно много времени потратили на маркирование сектора нашли по нашему мнению две довольно перспективные точки которые разнесены очень далековато друг от друга левая точка кормление будет на дистанцию 85 метров правая на 88 ну точнее в администрации нам сказали что двадцать девятом секторе будет 30 в двадцать девятом секторе не будет рыбаков потому у нас тут такой клондайк довольно широкая зона можно разгулять свим большой у нас свим большой да потом мы решили сделать две точки и разнести их максимально далеко друг от друга одно удилище будем облавлять точку ближе к корму там корме рядышком практически справа слева дальше а два удилища пока вот поисковые или вокруг точек будем гулять или вообще свободной зоны насти как пытаться вчера с вечера мы забрасывали удилища хаотично насти как пытались поискать рыбу были несколько одиночных пиков но реализации поклевки не было вот сейчас мы решили там сделать маленькие насадочки пока делаем прикормку довольно активные 8 попавчик подрезанный на крючка камакура и презентация на ушки цевья что по моему мнению является самый такой активный способ презентации ну посмотрим что с этого получится так значит по корму кормить будем немного довольно умеренно и и смотреть уже на рацию рыбы у нас у ведерка пелеца здесь в основном пелец и 4 сезона 2 3 4 с половиной немножко 6 миллиметров вот тут есть буквально процента 2 такого крупного пелеца остался просто сезона мы то что добавили я в принципе не пропал хорошее состояние и троута тоже двоечка троечка буквально немножко процентов 15 такая смесь плюс эту смесь мы еще добавим пелец гривен клюорогрин бетаин 4 с половиной миллиметра довольно активный пелец не сильно питательный и не жирный так мешаем сразу на две точки обе точки мы будем кормить одним кормом да единственное что мы сейчас сделаем базовую смесь побольше а потом будем отсюда брать на один закорм добавлять сюда еще коноплю чтобы конопля долго не лежала в корме иначе она потянет корм потянет из коноплю влагу она может я я уточню как бы может кто чтобы было все понятно здесь мы делаем базовую прикормочную программу а потом надо нам допустим пару-тройку спомбов кинуть мы берем отсюда чуть-чуть насыпаем в это ведро с коноплей чтобы конопля не высохла выкармливаем все и потом уже на следующий закон делаем точно так же это как бы основа прикормочной программы сюда добавим немного резаного бойла растворимого краб белочан слива и печень перец клубника эти два бойла я использую эрбак соревнованиях начиная 2009 года именно в комбинации это не себя хорошо показали мы обычно делаем краб белочан слива первые сутки примерно одинаковые больше чем печень перец клубника а затем с 2 суток выводим потихоньку краб с корма оставляем только печень почему так делаем уже проверено как бы годами краб довольно быстрый корм поскольку у него низкий пиаж он рыбу быстро привлекает но питаться рыба довольно кислым кормом долго не будет поскольку у него среда питания как бы нейтральная а печень наоборот он который работает по нарастающей с каждым днем клев все лучше и лучше на нее происходит но она не быстрая потом мы как бы разбавляем немножко крабом чтобы ускорить начало результативной рыбалки в данном случае получится ли это не знаю но будем пытаться но мы будем стараться до будем работать немножко добавляем резаного и давленого бойла так есть значит первый закор мы добавим аминобустера краб белочан слива ух запах крабом 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 креветкой пахнет и наш аминоз и сл он точно не испортит а свой дополнительный сигнал обязательно даст я csl использую чаще всего хорошая добавка ее переборщить невозможно пока хватит немножко пытается потом может быть еще немножко добавим csl и аминобустера ну когда питается перец по-любому себя возьмем я просто хочу показать что здесь у нас в этом ведерке конопля которую мы будем уже замешивать непосредственно перед кормлением сейчас приготовим небольшое количество пускающего можно кстати по конопле недавно практически а ты еле купили коноплю тима файли конопля очень хорошая нейтральный такой ее вкус родной не горчит ничего только зуба затряют нам на один закона от совочка хватит рекомендую фильм арбатрос хорошая конопля в этом году взяли не пожалел давай еще даю любой каприз кстати лайфхак от саши колесникова первый раз такой увидел между прочим это совок с авроры копейки стоит сверлом просверлил у меня есть такой без дырочек для такого корма и вот для зерновых которые в воде видите хорошо отцеживает вот на две точки там где-то по 7 8 ракет до старшего закона как раз будем будем щупать если рыба у нас будет активничать будет проявлять активность мы будем корм добавлять если нет то смысла нету ну а сигнал какой-то нам все равно по-любому надо также взяли еще прикормочные бойлы растворимые двадцатку кобры немножко подбросаем такую довольно широкую и редкую сеточку сделаем она сказка рыбу не перекормит точку не убьет но может завести как раз карпов двигаться по сектору если конечно не начнут быть немножко активны у нас пик у нас пик давай давай продолжение очередной пик что-то камакура не помогает реализации не все будет сейчас мы им дадим чуть-чуть вкусняшек и рыба пойдет все пошли кормить и и и и и и и полтора часа было еще два одиночных пика но снова же без результата без рыбы и слава слава известные распиаренные крючки камакура не помогли на них на них так надеялись два пика было так легкая вроде как что-то было но засечек нет сейчас будем продолжать пробовать разную презентацию насадки вот поп-апа вафтерса книговички и донной бойлы также сделали три вида стик миксов и стик микс это все сделаны на базе стик микс а тракт и только закрашены в разные цвета чтобы можно было отличать и ориентироваться какой стик микс где каждый стик микс добавлен по одному привлекателю новому рыба должна хорошо на него реагировать значит стик микс а тракт с добавлением сухих ингредиентов и замешанные на бустере печи перец клубника небольшом количестве чтобы дать только небольшой такой сигнал связи с прикормкой и тоже экспериментальный бустер мы его назвали наркотик для карпа тоже будем его сейчас пробовать и конечно тесты с таким вещами лучше делать при активном клёве чтобы было много статистического материала можно было сделать какие-то более-менее выводы правдоподобные но сейчас наша задача стоит поймать хотя бы одну рыбу потому что клёва нет рыба молчит не всплесков ничего мы будем пытаться как-то завести мы будем работать и наконец-то наконец-то друзья у нас первая поклевка нормальная сегодня ночью у нас было два карася вот по ощущениям это карп какой погодой встречал нас Орлеан вы видели погода менялась в течение суток блин три раза солнце потом дождик вдруг откуда не возьмись ветер ну короче погоду колбасит хорошо но наши ожидания оправдались как лидер уже над тобой вот теперь можно сказать сезон открыт двенадцатый краб белочанслива и растворимый кальмар осьминог комбинаска где-то на 14 диаметр был сделан волос небольшая насадка только хотел сказать что думаю десяточка должна быть одиннадцать 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 шестьсот теперь уже покажем вам рыбу во всей красе хороший лысый карпик и поднимем десять шестьсот орлеанского карпа за десять скажем так и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я размещаю теплообменник в палатке На этой рыбалке я его подогнал первый раз Ночью у нас были теплые, я им не пользовался Но вам я покажу, как он у меня здесь размещается Стоит... Дело в том, что вот эти пластиковые трубы Кто не смотрел мой обзор этого теплообменника Ссылку я оставлю в описании Все замеры я делал Труба пластиковая здесь не сильно нагревается Можно монтажить пластиковый для угарного газа вывод Что здесь особо-то нечего показывать Вот как я на обзоре вам показывал, как он собирается Как он стоит По сути, точно так же просто вот трубопровод Для вывода делается непосредственно уже под каждую палатку Вы берете какое-то определенное количество труб Уголки 45 градусов Это точно, я вам скажу, надо два уголка 45 градусов Потом тройник 45 градусов Тройник для вывода конденсата А уже вот эти длинные трубы, прямые Мне, допустим, понадобилось три штуки Сколько вам надо? Это индивидуально под каждую палатку Так что вот, по сути, вот так Сейчас я покажу вам с этой стороны, как оно выглядит Потом дверь закрывается Здесь у нас на замках делается отверстие для вывода трубы И все, и топим Баллон у меня стоит между скином и палаткой А аккумулятор уже непосредственно под раскладушкой здесь в комнате Если, конечно, мороз, то баллон тоже лучше заносите в палатку Вот такая наша система обогрева палатки Рыбалка на Орлеане подходит к концу Сегодня ночью у нас была еще неплохая рыба Она зашла к нам в гости на 14600 Сейчас мы вам ее покажем Еще дождались от такого красавчика ночного Шестнадцать четыреста Всего смешком Ну, двадцать Да, шестнадцать четыреста Да, четыреста шестьсот Сто процентов Четыреста шестьсот Снимаем Слышишь, ты парень Майский или июльский Буйный такой Рановато буйнить Приготовься к кино сниматься Подождем пока Совсем не хочет позировать Трешки полежи на спинке Давай отдохнем Успокоимся Меньше ударяться будешь А теперь назад Полью Все-все-все-все-все Ну, потихонечко-тихонечко-тихонечко Куда мы плывем? Сейчас поплывем, не спеши Вторая рыбка На этой рыбалочке у нас Побольше немножко За четырнадцать С четырнадцать шестьсот Да, по-моему, по-моему Да, да, да Крынул четко с точки На ночь мы перешли Уделяю свою точку Докормили тихонечко Майский тренаж Обуйный какой Прям сочечки поклевка И насадка Практически то же самое, что и первый Снеговичок Двенадцатого растаримого Бойла На этот раз Расписника-республика Посадочка Расстрелим по папу Рыбалка получилась Не очень рыбная Но очень интересная Первую десяточку мы поймали Используя секретный ингредиент Носки вывернутые Наизнанку с вечера Смеялись им сектором С этого прикола Вторую рыбку поймали Абсолютно честно Без всяких секретных ингредиентов Так что мы рыбалочкой В принципе остались довольны Отдохнули Ну, открытие сезона Хочется просто Посидеть на природе Послушать птиц Забросить наконец-то удочки А мы и ушли от нуля Это вообще замечательно Да, так что, друзья До новых встреч Всем больших хвостов В этом сезоне Надеюсь, друзья Вам видео понравилось Не забудьте поставить лайк Вам не сложно Нам приятно Ну, а мы будем собирать лагерь Удочки еще заброшены Так что, если будет рыба Мы обязательно вам ее покажем Всем пока Больших хвостов Длинных паровозов До следующих встреч на рыбалках Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok